МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 29 января 1941 года в газете «Алтайская правда» была опубликована небольшая заметка, рассказывающая об успехах охотников Мамонтовского района, включившихся в соревнования имени 18-й Всесоюзной партийной конференции. Среди лучших был назван Алексей Кочегаров. Досрочно выполнивший план на 193% и сдавший государству большое количество отличной пушнины и дичи. Пройдет совсем немного времени, и газеты снова будут писать об этом охотнике. Вот только счет станет совсем иным. В прицеле винтовки Алексея Кочегарова будет враг, напавший на его родину. В годы Великой Отечественной войны русские снайперы были головной болью армии захватчиков. Нередко во вражеских окопах висели объявления «Осторожно! Стреляет русский снайпер!» Бесстрашные меткие стрелки наводили ужас на противника. Оставаясь невидимыми, они уничтожали неприятеля, порой срывая планы наступления и навязывая врагу утомительную оборону. Снайпер – это охотник. Противник – зверь. Выследи его и вымани под выстрел. Враг коварен. Будь хитрее его. Он вынослив. Будь упорнее его. Твоя профессия – это искусство. Ты можешь то, чего не могут другие. Тебе доверяют. За тобой – Россия. Будь беспощаден. Ты победишь, потому что ты обязан победить. Это было в памятке снайпера, составленной командующим 62-й армии генералом Василием Чуйковым. Охотник Алексей Кочегаров дополнил ее собственными наблюдениями. Видели, как кошка наблюдает за мышью? Вот так и мы. Упала ветка с дерева? Прикинь, почему? Может, на ветке кукушка? Слетела птичка. Опять раскинь мозгами. Чего испугалась? Пошевелился куст? Снова подумай. Не немец ли маскируется за ним? Будучи охотником-промысловиком и охотником, который часто охотился на водоплавающую дичь, потому что Мормыши – это деревня, которая стоит на берегу очень большого озера Горького, и там много и пролетной, и, собственно, гнездящейся там водоплавающей дичи. К ней тоже надо для того, чтобы ее добыть, но и научиться определенным охотничьим навыкам. Они ему, видимо, помогли в годы войны не только метко стрелять, но еще и хорошо маскироваться, еще и незаметно подходить и неслышно подходить к противнику, еще и выбирать место для стрельбы. Его дед и отец были удачливыми охотниками, да и бабушка метко стреляла. Подросший мальчик, естественно, тоже взял в руки ружье. 12-летним Алексей добыл первых двух волков. После этого случая правление колхоза предложило подростку охранять общественный скот от непрошенных гостей из леса. Вот так и вышло, что охота стала его работой. Да он и о начале войны узнал не сразу. Был в лесу. Когда вернулся, получил повестку. На фронт Кочегаров отправился в августе 1941 года. Попал на Ленинградский фронт. Получил распоряжение командования занять место в пулеметном расчете вторым номером. Но вскоре, в ноябре 1941-го, предоставился случай проявить себя. Первые, собственно говоря, выстрелы, которые он сделал, это были выстрелы, как вот он вспоминает, в ситуации, когда и стрелять-то запрещали. Он служил во второй ударной армии печально известного генерала Уласова. И вот в какое-то время, находясь в очень тяжелой ситуации, чтобы не проявить себя, не навлечь на себя огонь противника, бойцам запрещали стрелять. И вот однажды он, не выдержав, видя, как свободно фашисты передвигаются по переднему краю, взял винтовку и двумя выстрелами двух солдат уложил. За что, собственно говоря, и порицание получил. И в то же время его заметили как очень меткого стрелка. Да, и, собственно говоря, с этого и началась его снайперская, наверное, карьера. В противостоянии под Ленинградом длилось долгих два года. Именно здесь снайпер Алексей Кочегаров открыл свой счет убитым врагам. Ему, как и всем, было, что предъявить неприятелям. Я помню убитых фашистами наших детей, женщин и стариков. Видел своими глазами разграбленные города и села. Я не забуду этого и буду истреблять гитлеровцев, как хищных зверей. К тому же дома осталась семья. Жена, с которой они жили душа в душу, и двое детей. История любви интересная. Татьяна была из богатой семьи, и отец запрещал жениться. В деревне случился тиф, и Алексей, узнав, что Татьяна лежит в лихорадке, забежал, отодвинул занавеску и стал ее целовать. После взял на руки, стал целовать. После этого отец сказал, прослезился, махнул рукой и сказал, выживет, женитесь. Вот прожили много-много лет, дождалась после войны. Кстати, Татьяна Назаровна получала письмо от командования, в котором ее благодарили за мужа. И, как она потом рассказывала, много раз брала в руки это письмо и плакала. Алексей Кочегаров воевал не за страх, а за совесть. Вот когда пригодились уроки отца, учившего в лесу слушать, смотреть, запоминать и анализировать. 1 марта 1942 года на его счету было 52 уничтоженных врага, к 15 июля уже 70, к 16 октября 1943 года – 182. Конечно, как у каждого снайпера у него ввелся личный учет, была снайперская книжка, которую мы очень бережно храним у нас в музее. Снайперская книжка заканчивается октябрем 43-го года. 182 убитых немца. Ну, он их называл чисто по-сибирски «лишак», «шельма». И, в общем-то, в его понимании это был зверь, а не человек. Ну, видимо, так и должно было быть в этой ситуации. К нему один за другим приезжают корреспонденты фронтовых газет. Скромный сибирский охотник немногословен, но все сказанное, как и его пули, всегда в точку, всегда по делу, без хвастовства и бравады. Заметил цель – не суетись, а внимательно наблюдай за ней. Как убедишься, что фашист будет сражен – стреляй. И у снайпера ни одна пуля не должна идти мимо цели. Промазать – значит оставить фашиста живым. Неприятель боялся русских снайперов. Сохранилось немало свидетельств, когда именно этих бесшумных охотников они называли своими самыми страшными врагами. Русский снайпер – это что-то ужасное. От него не скроешься нигде, в траншеях нельзя поднять голову. Малейшая неосторожность – и сразу получишь пулю между глаз. О дуэлях снайперов с двух сторон рассказано немало. Были такие противостояния и у Кочегарова. Ему везло. Из этих выматывающих противостояний он всегда выходил победителем. Именно деревня Липки был довольно сильный снайпер, который, по сути, по пять человек в день наносил урон. И тогда Алексей Федорович попросил разрешить ему попробовать себя именно в снайперском вот этом деле. Он ушел на нейтральную полосу и сделал несколько ячеек. Немца он обманул. Снайпера убил. И когда к нему подполз, то удивило то, что человек-то тоже был похожий. И внешне, и по возрасту. И, как позже говорил Алексей Федорович, думка мне такая пришла, что, наверное, охотником он был, потому что тоже очень опытный был стрелок. В 1942 году Кочегарова направили на курсы командиров, после окончания которых присвоили офицерское звание. Кстати, здесь ему тоже невероятно повезло. Таким образом, судьба уберегла его от клейма «Власовца». Ведь он служил во 2-й ударной армии Волховского фронта под командованием генерал-лейтенанта Власова, который 13 июля 1942 года добровольно сдался фашистам в плен. А все находившиеся в расположении армии солдаты попали тогда под трибунал. Кочегаров, отсутствовавший в это время в расположении части, счастливо избежал этой участи. Получив звание, Алексей Кочегаров вновь вернулся на фронт в ряды 372-й Алтайской дивизии на Ленинградском фронте. И теперь он не только бьет врага, но и обучает молодежь науке снайпера. Но я думаю, что эта школа была не школой, конечно, теории, и где излагалась, может быть, теория полета пули или чего-то там еще. Я думаю, что это была школа практических навыков. Как выбрать место, как подготовить вот эту снайперскую лёжку, как вести наблюдение за противником, как скрытно подойти к этой позиции, и как точно так же скрытно уйти. Какие последствия можно ожидать, там, скажем, после снайперского выстрела, там, со стороны противника, и как нужно, ну, действовать, чтобы не стать жертвой снайпера с той стороны. И здесь он на лучшем счету. В газете «Сталинский воин» 7 июня 1943 года печатают заметку. Знатный снайпер-орденоносец Алексей Кочгаров добился нового, выдающегося успеха. На днях вместе с группой молодых снайперов, окончивших курсы, вышел на линию огня истребил лично семь гитлеровцев. А всего от его метких пуль погибла немецкая рота полного состава. Кстати, в этой заметке Кочгаров впервые представлен орденоносцем. Орден Красной Звезды он получил 22 февраля 1942 года. А спустя год командование представило его к высшей награде страны – звезде Героя Советского Союза. Но вместо нее 22 февраля 1944 года он был награжден орденом Красного Знамени. То ли чиновники вспомнили, что свой военный путь снайпер начинал в армии Власова, то ли какие-то еще факторы сыграли неблагоприятную роль. Это так и осталось неизвестно. Видимо, в качестве компенсации летом 1944 года Алексей Кочгаров получил очень редкую для советского воина награду – серебряную звезду. Вернувшись однажды с задания, он прочел об этом награждении в газете «Красная звезда». Настоящим подтверждается, что президент Соединенных Штатов Америки, уполномоченный актом Конгресса от 9 июля 1918 года, наградил серебряной звездой лейтенанта Алексея Федоровича Кочегарова за храбрость в военных действиях. Впрочем, саму награду Алексею Кочегарову вручили много лет спустя, в 80-х годах. Серебряная звезда, вручаемая от имени американского президента, одна из главных и почетных наград. На наградном листе, кстати, написано, «Все, кто увидит эту награду, должны приветствовать и оказывать почести этому человеку». Это одновременно и право проживания на территории США, и военная пенсия. Однако наш герой, отпраздновав победу в Берлине, вернулся на родину, в Мамонтово, где его ждала семья. Он возвращается, ну, к тем же, собственно говоря, делам, которыми он занимался и до войны. Он опять занимается промысловой охотой. Он опять один из лучших охотников Мамонтовского района. Это было на долгие послевоенные десятилетия. Он сделал вот это свое увлечение охотничье, ну, наверное, в том числе и благодаря своим фронтовым заслугам профессии. Он стал егерем в Мамонтовском охотхозяйстве. И до конца своей работы совмещал и охоту, и вот эту егерскую свою службу. Три ранения – тяжелейшая контузия. Это его плата за освобожденный Ленинград, Новгород, Выборг, за мирную Прибалтику, Польшу, за разгром фашистов в Германии, за возможность жить и работать, растить детей, за право быть счастливым. Алексей Кочегаров после войны часто встречался с журналистами. О его военных подвигах много писала местная пресса. С односельчанами был немногословен, но все же рассказывал о пережитом. Человек добрейшей души. Он был мало говорлив насчет его участия в Великой Отечественной войне. Ну, что-то, естественно, он рассказывал, как он воевал, как выслеживал их, как прятался где-то для того, чтобы найти его обезвредить, этого зверя немецкого. Человек очень неспешный в движениях, неболтливый такой, может быть, даже и малоразговорчивый. Смотрит сквозь тебя, но видит тебя, видит тебя в любой твой момент. После войны снайпер вновь стал охотником. В 1952 году он был награжден знаком «Отличник охотничьего промысла». Газеты писали о Кочегарове. И теперь, снова, как и до войны, как об удачливом промысловике. Алексей Кочегаров в окрестностях села Мамонтово добыл 44 лисицы, в бару отстрелял 24 белки, 9 зайцев. Человек непростой судьбы, охотник, герой Алексей Кочегаров прожил большую жизнь, став для подрастающего поколения примером стойкости, мужества и отваги. С 2013 года на родине снайпера проходят соревнования стрелков имени Алексея Кочегарова. Самые меткие оспаривают право стать самым лучшим. «Участники соревнований – ученики школ района. Команды состоят из четырех человек, две девочки и два мальчика. Это возраст от 14 и выше. Команды награждаются винтовкой, кубками победителей. Призеры, участники соревнований, награждаются грамотами и медалями». В годы войны о снайпере Сибиряке военный корреспондент Павел Лукницкий написал очерк. Он провел с Алексеем Кочегаровым целый день. Выходил с ним за линию фронта. Стал очевидцем дуэли между русским стрелком и немецким. Вместе с ним праздновал победу 113-го поверженного врага. Журналист говорил с ним обо всем, но самый важный вопрос был задан самим героем очерка. На кого опаснее охотиться? На зверя или на врага? Он же на него и ответил. «Конечно, фриц-то поавторитетней, опасней. Но, конечно, для Родины приходится. Чем больше убьем их, тем скорее победа. Дело почетное». Редактор субтитров А.Семкин